Говорят, что русский выучить очень сложно. Я уже говорил на многих языках, когда решил изучать его, и хотел изучить более сложный язык. Это было замечательное решение, которое буквально перевернуло мою жизнь. Если у тебя есть сомнения по поводу русского языка и по поводу изучения русского вообще, я тебе скажу следующее. Его изучение даст тебе огромные преимущества. Ты не только можешь общаться с миллионами людей, но и структура твоего мозга меняется и улучшается, так как ты должен думать по-другому, используя новые и непривычные языковые структуры. Сейчас давай я тебе расскажу о том, как я выучил русский. Первый урок, который я усвоил, заключается в том, что особенно в случае с языками, которые имеют не латинское написание, очень-очень важно знать, как правильно начать. Кириллица, вот вообще это не сложно. Ты можешь выучить ее за несколько дней. Но проблемы возникают, когда надо печатать на клавиатуре. И дело в том, что русская клавиатура имеет другую раскладку, и поэтому тебе надо привыкнуть, привыкнуть к совершенно другой системе набора текста. Это как учиться играть на фортепиано с самого начала, но с другими нотами. Я загрузил фонетическую клавиатуру, и та клавиатура очень проста и интуитивна в использовании. Когда я начал ее использовать, печатить на русском языке стало проще и быстрее. В русском языке есть падежи. Русскоязычные люди принимают это за должное. Но они не учат падежи из грамматических таблиц. Они изучат активно, используя язык, и говорят на нем. И Лом Като, известный венгельский полиглот, напомнила нам об этом. И это очень-очень важно помнить при изучении языков. Сослуженные грамматические структуры. Какой язык ты бы не изучал, сначала начни слушать и читать. И только потом обратись к книгам по грамматике. И все станет на свои места. Как я уже говорил в начале этого видео, изучение русского даст тебе огромные преимущества. И это стало очевидно, когда я побывал в России в первый раз. На первый взгляд может показаться, что русские люди немного холодные. Но если ты говоришь на их языке, то они тут же станут приветливыми. Но давайте вернемся во времени. Я всегда был увлечен в историю Второй мировой войны. С самого начала я мечтал лично поговорить с теми, которые пережил этот сложный период для русского народа. Хотя, к сожалению, я не смог лично встречаться с таким человеком. Но благодаря русскому я смог читать книги и статьи. И это мне огромно помогло понять эту тему с точки зрения русских людей. Русский расширил мое представление о пространстве, времени и языке. Я горжусь тем, что могу рассказать вам все это на русском. Спасибо большое, что вы слушали меня. И если вы хотите узнать больше, нажмите на ссылку в описании. Я написал статью на английском и русском языке. В своем блоге. До встречи, до скорого и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok